ну что братва всем привет привет сегодня у нас снова на обзоре китаец это черри тига 8 pro это самая максимальная версия автомобиля от черри на данный момент который представлен у нас в россии это семиместный кроссовер на данный момент только переднеприводный но думаю что скоро появятся и полноприводные версии этого кроссовера двигатель здесь 1.6 литра этого движка хватает даже при полной загрузке автомобиля для черри эта модель является прорывной она сделана на новой платформе которую разработала черри на данный момент в россии она поставиться конечно же переднеприводная, чего вот на этой местности уже не хватает этому кроссоверу, потому что вес этого автомобиля чуть более двух тонн в загруженном состоянии. Ну согласитесь, все равно две тонны, парни. Семиместный салон, очень длинная машина, 4 метра, 775 или 777 миллиметров длина общего автомобиля. Колесная база тоже не маленькая. Колеса здесь стоят 18-е. Хотелось бы, конечно, видеть здесь 19-е на чуть менее, на чуть меньшем профиле, но на данный момент это безальтернативно. 18-е колеса здесь стоят. Напомню, что это максимальная комплектация. Она идет на светодиодной передней оптике полностью. Задние фонари также здесь светодиодные. Ну а что касается вместимости этого автомобиля, то тут вообще все на изи просто. Посмотрите, если мы хотим ехать куда-то в пятером, включая водителя, то у нас вот такой получается огромнейший багажник. Еще чуть-чуть можно сиденье сюда заменить, но в целом вот так вот прям очень здоровый багажник. Если же нужно ехать куда-то всемиром отдыхать, то мы ставим на крышу бокс, вытаскиваем вот здесь вот два сиденья. Вот здесь вот они сзади, получается, еще. Залазим мы, получается, вот через правую дверь. Вот таким вот образом. Да, вот как можно видеть, здесь уже побывала стая детей. В общем, все это раскладывается, и дети сзади себя чувствуют просто замечательно. У меня там сидело двое парнишек семи лет, ну почти восемь, ладно, почти восемь. Вот, и им здесь было комфортно на бустерах, все дела. Один раз я даже провез ребеночка трехгодовалого в кресле, то есть мы поставили туда кресло полноценное, и все это отлично туда залезло. Так что вместимость у этого автомобиля просто шикарная. Для путешествия, если вы куда-то хотите ехать. И самое главное, парни, при полной загрузке семь человек, и небольшая поклажа здесь, получается, в том месте, которое остается от багажника, двигателя хватает вполне. Ни один уплотнитель дверей или багажника не скрипит. Вот еще один минус того, что это машина переднеприводная. Когда вы поднимаетесь в гору, в такую, у вас сильно разгружается перед, и он начинает пробуксовывать. Заду не подключиться, потому что его здесь нет. И он, ну, то есть, очень можно где-то застрять. Вот реально застрять. Жду не дождусь полного привода на этой машине. Вот сейчас мы катимся с вами 50 км в час, плюс-минус, да. Шумоизоляция здесь, с учетом того, что панорама неплохая, но хотелось бы побольше шумки на арках колесных. Вот это 100%. Стекла здесь, по китайской традиции, толстые. С этим, к этому вопросов нет. Нигде не поддувает. Да, у нас не закрыто здесь пластиком. Кромка двери, она не закрыта пластиком, но нигде ничего не поддувает. И вот давайте с вами сейчас просто 70 км в час, и мы с вами ускоряемся. Ну, то есть, чтобы вы понимали, ускорение идет практически сразу. Есть небольшой затуп, как у автомата, но здесь это не из-за того, что автомат стоит, а из-за того, что прошивка бережет сцепление на коробке. По поводу подвески еще хотел сказать, это, наверное, отнесем, лично я отнесу к минусам. Если вы настраиваете тачку, и она у вас большой кроссовер, семиместный такой получается, она должна и рулиться хорошо, и ехать, проходить неровности хорошо, потому что у нас в России с неровностями полная беда. То есть, вернее, не беда, а наоборот, благоприятные условия для неровности. Они у нас постоянно есть. Вот сейчас давайте резко зайдем в поворот на 60, и можем увидеть, что машина не особо накоренилась. Да, подвеска здесь зажата. Для грунтовки это минус. На неровностях она идет жестко. Есть небольшие, вот такие прям маленькие пробойчики, они присутствуют, не критично. но в целом идет тачка жестко. По трассе машина идет как влитая. Я ездил на специальное отведенное место, где можно разогнаться свыше 100 км в час. На 160 плюс машина едет уверенно, но опять же за счет того, что здесь независимая подвеска. Как тачка рулится? Вообще у нас здесь есть два режима. Эко, в котором мы сейчас едем, и спорт. Все это управляется с панели с этой сенсорной, к ней мы вернемся чуть позже. Все, сейчас мы в спорте. Чуть динамичнее машина начинает разгоняться в спорте. Переключения идут затянуто, но это как и обычно. Давайте переключимся в эко обратно. Хочу также отметить, что эта машина может ездить на 92-м бензине. Что мне порекомендовали сделать? Залить сюда 92-й бензин. Я это сделал. Затем залил 95-й бензин. И какой-то разницы суперской в тяге я не заметил абсолютно. Вот с этого ракурса особенно можно видеть, какой высокий клиренс у этого автомобиля. А также можно заметить, как у нас здесь стоит подрамник. Не знаю, будет вам видно или нет. И в нем есть прямо окошечко такое для установки редуктора заднего. То есть, в скором времени, а именно, как мне сказали, к концу 2021 года, в Россию должны завести полный привод на эту машину. И я вам скажу, это будет очень разумно, потому что полного привода здесь сильно не хватает. Салон сделан здесь очень добротно. Здесь у нас прошита все такая строчка. Все мягкое. Вот чтобы сразу отмести все сомнения, весь салон, все, чего вы касаетесь сверху, оно все мягкое. Естественно, кроме стоек, стойки здесь пластиковые, ничем не обшитые. Вот. Здесь у нас управление шторкой на панораме, открытие люка, сос-отсос, вот эта кнопка, все дела, плюс включение света. По поводу салонного света здесь что хочу сказать. Он здесь вот такой вот, как это, лунный я его называю, лунный. Вот. Все это светится, конечно, но хотелось бы более четкого свечения, что ли. Здесь он как бы рассеивается, и такой мутноватный становится. Вот. По расходу, ребят, сразу скажу, расход здесь топлива порядка 11 литров будет по городу. Все-таки тачка тяжелая, хоть 1,6 и турбо, но все-таки. Вот. По трассе у меня средний расход выходит вот 10,7, это сейчас то, что мы стоим с кондиционером, а так 10,5, 10,4. Поначалу, когда сел вообще, скинул все по нулям, было где-то 8,5 литров. Нет, я не спорю, может быть, это я такой ездун, что, ездок, что у меня расход большой, но вот напишите в комментариях, кто у нас владеет такой машиной, какой у вас расход по трассе и в городе. В городе мне не удалось поездить на этом автомобиле, но в полной мере, естественно, весь тест-драйв у меня проходит за городом, вот по такой дороге, по сельской, чтобы показать вообще, как тачка едет. Вот. Климат здесь работает адекватно, то есть, если ты выставил 22 градуса, ты едешь спокойно, у тебя 22 градуса и работает. С этим проблем никаких нет. Чтобы открыть капот, нам, как и во всех премиум-тачках, надо дернуть два раза. Вот. и подходим, открываем наш капот. Что же мы здесь видим? А видим мы здесь двигатель 1.6, как я уже говорил. Все это скрыто вот под таким пластиковым кожухом. А в целом под капотом здесь такое ощущение, что можно будет еще что-то большое поставить, потому что ну места здесь еще достаточно. По максимуму закрыли они, конечно, здесь пластиком, как могли. Вот. Прямо по максимуму. В принципе, все основные шовные детали, они закрыты. Вот. Замок. Вот такой вот мощный, массивный замок у нас. Тепло-шумоизоляция также присутствует. Вот здесь вот она видно будет. Да, вот так вот. Упоры капота опять же с завода. Ну было бы глупо, что здесь не было бы этих упоров за такие деньги. Так как этот автомобиль стартует от миллиона восьместа и заканчивается плюс-минус два двести. Все зависит, опять же, от жадности дилера, в котором вы покупаете этот автомобиль. Под номером вы можете наблюдать якобы радар, который будет работать с адаптивом, не с адаптивом. В общем, на данный момент это у нас получается, что заглушка. То есть, здесь ничего нету. Оснащен этот автомобиль у нас обычным круиз-контролем, не адаптивным. И лимитером. Все. Вот это две вещи, которые стоят в этом автомобиле. Также здесь есть помощь при спуске с горы. Но это все практически у всех кроссоверов сейчас есть. Что хочется сказать по передней оптике. Она здесь светодиодная, билет-модуль стоит. Также у нас идут динамические поворотники, ходовые огни, такие две галочки стоят. Вот, парктроники в круг, парктроники в круг, а также у нас идет камера 360. То есть вот здесь одна камера передняя стоит под значком. Кстати, не сильно заляпывается. Ну и по старинке зеркала и дверь багажника пятая. Ну то есть, вот сейчас опустим крышку. Вот она у нас камера заднего вида стоит. И также парктроники. Система выхлопа здесь у нас сдвоенная. Причем сдвоенная по полной. У нас стоят две банки. Одна вот и вторая вот здесь. То есть, две отдельные банки на выхлоп стоят. Убранство этого автомобиля в принципе не вызывает никаких нареканий. Три дисплея. Один у нас идет дисплей такой небольшой. Это климат управляется с этого дисплея. То есть, здесь отображается информация температура, подогревы сиденья. Вот это, кстати, респект, что вынесли подогревы сиденья. Прямо вот в близкое такое, в доступ в такой близкий. Также, селектор КПП у нас вот такой вот. Ну, кстати, неплохо. Вот эта вот часть выглядит неплохо. Конечно, кнопка старт-стоп без ключевой доступ, куда же без нее. Вот это очень интересная и очень полезная вещь. Это включение и выключение самой мультимедиа. Также здесь регулируется звук. То есть, мы можем спокойно ехать и регулировать подлокотника звук. Вот так вот держим руку на подлокотнике. Здесь у нас идет беспроводная зарядка. Она работает. Мы уже проверили это все дело. По поводу двигателя я вам уже сказал, что это 1.6 на 186 лошадей. Что же по поводу самой трансмиссии. Здесь она у нас моноприводная на переднюю ось. Семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями от компании GetTrak. Сразу скажу, что коробка не пинается. Она ведет себя как автомат. Есть Кодиак, с которым, кстати, будет сравнение с этой машиной. Так что не забудь подписаться, если еще не подписан. И жмякни обязательно по колокольчику, чтобы не пропустить сравнение Cherry Tiggo 8 Pro и Кодиака. В чем-то вы просто обалдеете. Особенно по ЛКП. Я эту тачку уже всю пробежал с толщиномером. И есть что сказать, парни. Это будет в следующем ролике. Так вот, трансмиссия на передний привод GetTrak 7-ступенчатая с мокрыми сцеплениями. По сути, это очень надежная коробка. Во-первых, она переключается быстрее, чем автомат обычный. Но у нее повадки автомата. То есть нету никаких рывков, пинков вот этого всего. То есть плавный разгон получается у машины. Но если вам надо поддать на этой тачке, вы просто нажимаете газ в пол и начинает машина ускоряться. Да, у нее есть небольшой затуп, как я говорил уже, при разгоне, когда вы только нажимаете на газ. Но это практически у всех роботов, чтобы поберечь сцепление. Вот эти вот все нюансы с роботизированными коробками. Но в целом эта тачка для своего малообъемного двигателя она очень динамичная. Я, если честно, был поражен вот этой вещью. Причем даже с полной загрузкой, когда в ней сидят семь человек. А мы ездили на этой машине уже всемиром и неоднократно ездили. Ну что, салон, давайте с заднего ряда начнем. Третий ряд я даже раскладывать не буду. Я думаю, вы все понимаете, что там два маленьких кресла. Салон здесь комбинированной такой цветовой гаммы, коричневая и серая, наверное, больше такая, да. Вот, эко-кожа, прострочка, все это мягко, все удобно. Подлокотник с двумя подстаканниками, вот это все дело у нас присутствует. Сидение, естественно, катается вперед-назад, спинка регулируется еще, то есть ее можно еще туда накинуть. Скажу сразу, ездил уже с задней, сзади вот на этом, с правой стороны, вот здесь вот, и очень комфортно. Ты откидываешь спинку, ты откатываешься полностью назад, и у тебя место здесь просто валом. Ну, только посмотрите на дверь на заднюю, насколько она большая. То есть, ну, чтобы вы понимали, да. И здесь все прострочено, вот это все мягкое, вот это настоящая нитка, вот это все здесь прошито, все сделано очень здорово. Кстати говоря, ничего не скрипит, вот это только кожа обойка кожу скрипит. Бесят, честно скажу сразу, вот эти надписи Тига на каждой обшивке дверей, то есть, что сзади, что у нас получается и спереди. Вот они, все эти надписи Тига. Вот это, конечно, ну, прям в глаза она и бросается, чтобы ты постоянно знал, что ты сидишь в черри Тига. Атмосферная подсветка, я не знаю, видно вам нет, она горит, вот она здесь есть, но есть она только спереди, то есть передние двери и панель, а на задних дверях ее нету почему-то, очень круто на самом деле. Переднее сидение у нас электрическое, водительское идет с памятью на две персоны, также водительское регулируется вверх-вниз еще по положению и есть поясничный подпор. На пассажирском сидении у нас памяти нету, у нас нету регулировки по высоте, только вперед-назад и спинка регулируется. Вы только посмотрите, какая большая эта машина, она весит больше двух тонн. Что по тормозам? Тормозов здесь, на мой взгляд, при полной загрузке автомобиля не очень-то и хватает. Хотелось бы более производительные передние тормоза, чтобы здесь стояли, потому что при нагрузке в семь человек приходится прожимать педаль тормоза гораздо сильнее. Если ты едешь один или втроем, там вдвоем и небольшая поклажа в багажнике, то, соответственно, их в принципе хватает. Педаль легенькая такая, все резко тормозит нормально, вот, но хотелось бы, чтобы все-таки это семиместная машина, да, и чтобы прям чувствовать под ногой безопасность торможения. Так что это вот такие вот нюансы по этому автомобилю. Ну что, парни, подводя итог по автомобилю, кому он подойдет? Для тех, кто имеет большую семью, для тех, кто хочет путешествовать на этом автомобиле 100%, семиместный салон при большой семье и бокс на крышу, идеальная тачка для путешествий. Либо, если у вас маленькая семья, там, один-двое детей, и вы с женой куда-то собрались ехать, тоже прикольно, посадили детей на задний ряд, получается, и у вас гигантский багажник для того, чтобы поместить туда все свое барахло. Что касается по минусам, я вам уже рассказал у этого автомобиля. Для меня лично это еще минус такой, что вот здесь водительское место ограничено по ширине, то есть ноги сильно не раскинут. Тачка идет по асфальту, ну, идет прям около идеально. Вот у меня других слов нету, потому что рулится она за счет того, что подвеска зажата, слегка жесткая. Рулится она отлично. То есть, понятное дело, что вы на этой машине гонять не будете, но кто будет гонять на такой здоровой машине, высокой, с большим центром тяжести? Ну, понятное дело, что никто, только я, наверное, на ней так разгонялся, сильно проверял ее. Вот. По грунтовке, если спустить колеса до нормальных значений, 2,3 сделать в круг, то будет, в принципе, нормально все. Сносно, сносно она идет по грунтовке. Вот. Что еще хотелось бы добавить, по поводу света я уже тоже сказал, но это вот такое резюме. Света хотелось бы тоже чуть-чуть добавить, ближнего именно, чтобы он был чуть поярче. К задним огням вообще на габаритах никаких вопросов нету, они идеальнейше светят. Вот эти динамические эта тачка может ездить на 92-ом бензине. Так что, как-то так, братва. В этой машине есть и свои плюсы, есть и свои минусы. Я всегда говорю, что в любой машине нету эталонного автомобиля. Даже в каком-нибудь Роуз-Ройсе будут свои минусы. Ну, они там будут. Как-то так. Огромное спасибо, что посмотрели этот видос. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях свои мысли по поводу нового продукта от черри, в принципе, от этой новой линейки их автомобилей. Будет очень интересно почитать. А также в описании к этому ролику вы найдете ссылки на все мои соцсети. Переходите по ним и подписывайтесь. Там выходят постоянно инсайты, постоянно посты. Умные мысли иногда пишу. Так что, огромное всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok